Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Наши люди в булочную на такси не ездят. 29 декабря 2022 года был принят закон, который устанавливает новые правила для водителей такси и агрегаторов. Несмотря на то, что часть нововведения уже вступила в силу, полную правовую нишу он сможет достигнуть лишь в сентябре 2023 года. Закон о такси уже вызвал множество дискуссий среди экспертов. Большая часть считают грядущие нововведения важными для обеспечения безопасности клиентов. Ведь он включает в себя правила, связанные с ограничением времени непрерывной работы. Это значит, что согласно документу водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов после того, как отработают 12 часов. Такая мера поможет и водителям, и пассажирам быть уверенными в безопасности вождения. Помимо этого стоит отметить и некоторые подводные камни, которые владельцы бизнеса легкового такси отметили как потенциально влияющие на итоговую стоимость поездок. По новым правилам, тем, кто подрабатывает в такси, теперь надо будет регистрироваться как перевозчиком легковых такси и получать полис ОСАГО, который, как известно, стоит порядка 60 тысяч рублей. Для обычного автомобилиста он стоит в 10 раз дешевле. Также любой водитель обязан будет пройти обязательные тестирования в формате экзамена на безукоризненное знание города, в котором работает. Это повлечет за собой трату агрегаторов на обучение потенциальных водителей и их последующее тестирование. За нарушение какого-либо из пунктов нового закона владельцу бизнеса грозит отзыв лицензии и огромные сложности в ее повторном получении. У нас нарушение чаще всего в России выражается в запрете занятием определенной деятельности. То есть это отзыв лицензии на предоставление услуг такси и, скорее всего, после отзыва добиться повторного получения лицензии данному агрегатору, данной службе такси будет достаточно сложно. Несмотря на то, что многие водители и владельцы бизнеса неоднозначно относятся к новому закону, соблюдать его все же придется. Им потребуется внести множество изменений в уже устоявшиеся процессы и сделать так, чтобы цены на такси не поднялись слишком высоко. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.